Девушки отдыхают И собралась еще? Я не знаю Егор, ну вчера нельзя было это сделать Люба Андрюха, Андрюх Смотри, здесь все горяченькое Отбивнушечки, картошечка, все, все, что надо Тетя Зоя, вы вообще холодильник вынесли Тетя Зоя, тетя Зоя, в дороге вспоминать меня будешь, добрым словом Вроде все Оля, Петя, как вы себя ведете? Ребята вас так из лагеря выгонят Идите в машину, быстренько Викуля, ты не волнуйся, мы через недельку их навестим Егор обещал подвезти Да, детек? Сделаю Так что не волнуйтесь Поезжайте Гости Суседи мои дорогие Тетя Зоя, правда Люби не до этого, а вы навестите Все будет хорошо Все будет хорошо Так, ну все, хорош, поехали Я еще уехать не успела, у меня уже душа не на месте Все будет хорошо Давай, давай, я сырости не люблю Все, только хорошая материнка Все, давай, давай Вик А зачем вам ехать в Германию? Малышка, ну ты же хотела себе куклу Да? А ты, Петь А папа пообещал мне привезти машинку Да, папа? Да все, машину, бегом Может, на пасушок? Ой, Егор, пусть пень машины Субтитры сделал DimaTorzok Веди себя хорошо Ну, Олю, защищай, понял? Я тебя люблю Не волнуйтесь, все будет в порядке Давай руку Идем Не вздыхай Я сказал, Петь тебе будет за старшего Пойдем Ну да, но я сразу вспомнила Что она на месяц старше Ему бы только спорить Ты помнишь, как мы в школе вечно сапались? Пока не упустил тебя, замуж за другого Теперь ты не упустишь И не мечтай Приедем с Германии Сразу поженимся Субтитры сделал DimaTorzok Кругляша, Кругляша, проснись Я тут больше не могу Давай уседем домой Как это? Ну, спеши Нам еще неделю осталось потерпеть Ну и оставайся Терпи, трус А я уеду домой к своей маме Стой Никуда ты не поедешь Я с тобой Вы с ума сошли? Что значит, домой закатили? Вас уже обыскались, наверное Егор, заканчивай Отвезти их обратно надо Гостей непрошенных Мы никуда не поедем Не поедут они Ма, ну ты представляешь? Эти дураки сбежали из лагеря Да не шуми ты, доча Вика с Андреем скоро вернутся Пускай дома побудут И что дальше? Да сами нарвались, как бешеные Друг за друга Короче так, была авария Он уснул, врезались в дерево И машина загорелась Лады Че стоишь? Грузи тела в машину давай Хватит тебе На работу Завтра Все, моя устала Посижу Садись Посиди, отдохни Духа, брат Так и Вика мне была как родная Как дочку ее любила Трассик, такое творится Машина сгорела Потому в закрытых гробах хоронили Егор, перестань А ты иди слушай, иди спать Наша квартира горит Егор, ладюки горят Егор, ладюки горят Ладошка, стой, ладошка Стой! Егор, осторожней там Ольшка, Ольшка Да, дядечка Да, ничего, ничего, ничего Не трогай, не трогай Ну, сильно болит, да? Да, ну, покажи Обгорел, покажи, Егорушка Ну Люба, ну не нуди, Люба Пойди лучше Олю посмотри Ей досталась Скорую хрен дождешься Хорошо, хорошо Ольшка Слава Богу, успели А если б там детей оставили ночевать Что бы было, представь себе Мама, не начинай А что за пожар такой? Замкнуло что-то? Не с нас разберутся Ну, что только Нормально все? Люба Ты чего? Люба Люба Мамочка Ой, это все началось, Егор Это все началось Какой Ха-ха-ха 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 Осторожно. Слушай, ты когда за меня замуж выйдешь, будешь кругловой? Да, я рожу тебя трех детей, и буду только куленькая. Нет, 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 пятерых не меньше. Хорошо, пятерых, нормально. Эль, теперь-то надо ускоряться, скоро хозяйка придет. Хорошо. Здрасте. Здрасте. Как договаривались, пришла принять работу. А мы вот уже заканчиваем. Ага. Пить, держи. Давай. Ну, что вам сказать, Оля? Че, не нравится? Нравится. Это при том, что десять раз ниже по цене, чем с меня требовали профессионалы. Я даже не думала, что у вас так здорово получится. Так, Оля, у нас будущий художник по сфотехникум, и сразу в художку пойдет. Или отведем ее силой. А Петя у нас лучший механик, так что, если машину купите, милости просим. Ну, в общем, вы молодцы, ребята. И смотритесь хорошо, буду советовать друзьям. На свадьбу же надо как-то зарабатывать, а? Петька, ты у меня такой клевый. Может, не пойдешь сегодня на работу, а? Да ты что, я же хочу на свадьбу заработать. А мне не нужны все эти свадебные понты. Я просто хочу, чтобы мы всегда были вместе, и все. Я тоже хочу. Это выделят нам квартиру. Может, только попробуют не выделить. Мы поженимся, и ты навсегда забудешь про их домовские койки. Я обещаю. Сегодня же годовщина смерти наших родителей. Ты пойдешь на кладбище? Короче, если что, успеешь, приходи. Я постараюсь. Пока. Ой, жизнь как летит-то. Ой, как одна минута. Ты уже, Оленька, стала невеста совсем. Выросла. А скорее без детдома уйти. Я уже дни считаю. Не могу себе простить, что отдала вас тогда с Петькой. Ну, а как еще, Зе Матвеевна? У нас же с ним никого не осталось из близких. Надо было нам вас брать к себе и растить. Ну, ты ж помнишь. Про тебя с Петькой все тогда забыли. Сосредоточились на Димке. Как его поднимать? Да. Держи. Зая, Матвеевна, я ни на кого не обижаюсь. Димкина коляска совсем прохудилась. Да уж. Скажу Петьке, пускай починит. Да, попроси, попроси. У него руки золотые. Зая, Матвеевна, это ж наши детдомовские. Даня, Даня, я ж... Что случилось? Тихо, тихо, тихо. Что произошло? Что случилось? Вы что натворили, а? Ну-ка говори быстро. Держка, давайте все. Давайте, давайте. Чего? Куда? Подождите. Куда вы его тащите? В чем дело? За что вы их? Держка, за воровство у теток спросите. Тихо, ну ему же больно. Так, послушайте, вы у них заглавные, что ли, а? Поберушки. Знаю я вам инвалидов ваших. Товарищ, да ты сам больной. Ты что делаешь, люди? Нельзя стрелять. Ты что? Какие поберушки? Куда? Ничего, ничего, она скоро выпустит. Пусть только попробуют не выпустить. Но если реально узнаешь, что воровали, оба у меня получите по ушам, ясно? Так мы только печенье и конфеты с кладбища забирали. Сладкое вредно для здоровья. О, знакомые все лица. Так, нет, нет, пацаны, пока посидите. Ой, голодюк на выход. А ты вас не выпендривайся. Давно сам по детдому бегал. Да давай выходи, не болтай. Слушай, ну скоро нас вообще отпустят? Что за дела-то вообще-то? Да он теперь не знает. Ну что, конечно, такого оскорблять еще и при исполнении. Он что, особенный? Ну, особенный, не особенный, а сын зама нашего мэра. Ну и что? Вася вон, Бобка вон тоже, между прочим, из наших. И ничего, в органах служит. А вы бы лучше серьезными делами занимались. А не ловлей голодных детдомовских мальчишек. Что? А? Есть чего сказать? Нет, есть чего. Ольга Юрьевна, приношу свои извинения за некорректное поведение с ребенком-инвалидом. Каюсь, был виноват. Простите. Пожалуйста, пишите здесь. И вы свободны. Да, повезло этим рецидивистам. Такой защитнице. Могу идти? Да. Можно вопрос? Да. Что при таком папе вы делаете в обычном отделении на такой маленькой должности? Хочу начать свою карьеру с нуля. Без папиной помощи. Уважаю. Ну и вы меня извините тогда. Между прочим, из-за таких вот как вы, у Дядь Домовских, дурная слава. Коль, мы есть хотели. И как, наелись? Я вам сколько раз говорила. Воровать не метод. Надо искать, где заработать. Как? Если от нас все шарахаются. Это я виноват. У меня день рождения скоро. И мы решили стырить конфет. Отметить хоть как-то. Дань, я тебе обещаю, устроим мы тебе самый настоящий день рождения. Но воровать нельзя. Ты меня понял? Договор? Оль. Ну что, все нормально? Нормально. А что, отпускать передумали? Ну да. Ну что, слушай, ты говорила там про какие-то дела. Давай, укладывай. Ну, в общем, девять лет назад в аварии погибла моя мама. А прямо на следующий день сгорела наша квартира. Ну, странно как-то. Установили, как поджег. А вот виновных до сих пор не нашли. Ну, не найдено, найдем. Разберемся. Давай, я тебе подкину. Давайте. Спасибо. Ой, это же мой Петя. Петя! Эй, орлы, давай бегом в машину. Ну, что вы опять начутили, а? Ну, Олю я знаю давно. Мы с ней в дюд-доме вместе были. Батя у нее был. Известный майор милиции Юрий Ладюк. Серьезный мужик был. Погиб при исполнении, когда Олька еще малая вообще была. Ну, лет пять. Легенда отделения. А потом погибла мать, и Оля оказалась в дедоме. Ну, по официальной версии, да. Погибла в аварии. А неофициальная? Ну, там гуляли слухи, что убили ее вместе с Хахалем. Может, бандиты как-то отомстили за то, что она жена мента. Может, какая-то другая версия. Ну, и там ее квартиру сожгли. Сожгли квартиру? Спасибо, Вася. Иди. Слушай, а кто за ней приезжал? Чего за пацан? А, так это Петя Круглов. Кругляш по-нашему, тоже с нами в дедоме был. Это, кстати, с его отцом Олька на мать и погибла. Слушай, ну там... Там у них в печке с Олькой все серьезно. Они и с детства вместе, и в дедом вместе прошли. Ну, понятно. Я понял. Спасибо. Нина, ты офигела, что ли? Чего ты мясо с овощами в одну кучу кладешь? Ты можешь отдельно положить? Вот, бумагу завернуть как-то аккуратнее, чтобы красиво все было. На. И картошку отдельно от огурцов и помидоров, и яйца в отдельный пакет. Это ж ты у нас почти жена, Петьки. Чего я должна стараться? Давай, подруга, помогай. У Петьки рейс дальний. Егор стал подкидывать работу. Всю лишняя копейка. Не переживай, твой дальнобойщик без еды не останется. Пугайчики, неразумчники. Даня, ты не офигел, нет? Ты знаешь, сколько вкалывал, чтобы эти деньги заработать? Да б я книжку читала. И не ври мне. Оля, хлеб где? Забыла. Даня, идем. Здравствуйте. Здравствуйте, тетя Люк. А что случилось? Данька, ну-ка. На тебе денежку. Пойдешь в магазин. Купишь себе там танкет разный, понял? На еще вот, торт большой купи. Чтоб на всех хватило. Все, давай, дуй. Тетя Люк, с Димкой что-то случилось? Да плохо мне, Оль. Вот рыба этой мутит. Видеть ее не могу. Мазай Егора по уши в долгах. Достал уже. Вот, возьмите пока. Полтинник, потом еще. Да не поможет это, Оль. Я опять беременна. Опа, ничего себе. Ага. Ну, как Егору сказать, даже не знаю. Баба у него другая появилась. На рынке духами торгует. Это тебе не вонючей рыбой. Часть Люк, ну вы не расстраивайтесь. Угу. Оль, мне помощь твоя нужна. Чем смогу? Вот тут от Огайди на комнату снимали. Давай, Оль, иди. Давай, 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 иди. Привет. Привет. А я Тося. А где твои родители, Тося? Там дома. Сказали, чтоб я шла гулять, они мне потом подарят братика или сестричку. О, как. А как мамку с папкой звать? Мама Анжела и папа Егор. А ты кто? Тетя Люба, идемте. Нет там никого. Никого, а девчонка? Так это Анжелка, дочка гуляет ее. Идемте. Так машина. Машина его в конце улицы стоит. Оля, он здесь. Он здесь. Тетя Люба, тетя Люба, не надо. Стой! Тетя Люба, не унижайтесь, пожалуйста. Не унижайтесь, тетя Люба. Вот такие вот дела опять. А тетя Люба, что же она нам? Почти как родная. А дядя Егор тоже ж родственник твой? Что он делает, а? Оля, взрослые люди сами разберутся. Мы-то что можем? Наверное, ничего. Знаешь, Петька, если ты меня когда-нибудь на кого-нибудь променяешь, я сразу умру, ты так и знай. Оля, ну что ты такое говоришь? Конечно, не променяю, а клянусь. Я тебя тоже никогда-никогда ни на кого не променяю. Осторожно, запачкаешься. Скажи, прикольно пофоткались. Пофоткались-то прикольно, но только в проявочной нужно стоять. Еще неделю куковать. Неделю? Конечно, не хочу. Да, столько ждать надо. Привет. Привет. Я к тебе. А зачем? Надо объяснять. Ай-яй-яй. Не успел Петька уехать, ты себе нового кавалера нашла? Это из милиции. Натворила что? Она может. Ну, познакомь нас, Оль. Это Нина. Мы в одной комнате живем. Лейтенант Горелов. Здрасте, здрасте. Очень приятно. Очень приятно. Нина, вы позвольте нам с Ольгой поговорить с глаз на глаз? А, конечно. Не буду на счет. Я что хотел спросить. Я же это дело-то взял на расследование о пожаре. Может быть, ты помнишь какие-нибудь факты, детали, что-то в этом роде? Ну, спрашивай, что конкретно. Кстати, адрес квартиры, которая сгорела, Садово-7? Наша, да. Да, мы сейчас поступил сигнал о том, что там какие-то разборки семейные, крики, вопли. Но адрес Садово-7-Б. Анчух. Это же тетя Люба. Ты можешь меня туда сейчас отвезти? Да? Поехали. Только надо быстро. Я понял. Я не пущу тебя. Ну, куда ты? Бросаешь меня с больным Динкой. Деньгами помогать буду. Но жить с тобой, Люба, я... ...дольше не могу. С кем можешь? С этой дрянью? Уйди, Люба, я не останусь. У меня с Анжелой дочка растет. Пошел вон! Игорь, я люблю тебя! Ладно, уйди, я тебя прошу. Пожалуйста. Подожди. Ну, куда? Ну, Егор, ну... Люба, ну дай мне спокойно уйти. Я тебя прошу, ну дай. Ну, я прошу тебя. Достала меня, чтобы идти. Ты меня достала. Двор достал. Жизнь такая... ...доскала. Игорь, ну дай мне спокойно уйти. Твою мать. Я тебя уйти. Я тебя, Егор! Я люблю тебя, Егор! Да не могу я с ней жить больше. Все! Хоть сажайте меня, хоть стреляйте. Не люблю тебя, другую люблю, пойми. Тетя Люба, тетя Люба. Не надо! Не надо, тетя Люба! Если бы Вику и Андрея тогда не убили, и вашу квартиру не сожгли, я бы в срок родила нормального ребенка. И тогда бы все по-другому было. Не надо, тетя Люба! Уснула, слава Богу, сердечная. Скажите, я понимаю, что ваша дочка не в себе, а почему она так сказала? Ну, потому что Ольга и мать убили ей Круглова. Так слухи ходили. Что это была не авария вовсе, и не случайно. А что они, дескать, Вика и Андрей, не хотели платить. Кому? Бандитам каким-то. А потом пожар этот. Все перевернули там, искали что-то. Может, деньги. Откуда им взяться? Господи. Следы заметать пожаром вообще классика. Обычное дело. Обычное. Оленька, помнишь? Конечно, помню. Мамина шкатунка. Да. Помнишь пожар? Ты из огня ее выхватила, я у тебя отобрала и сперекла. Помню. Я давно хотела рассказать тебе и Пете. Еще с тех пор, когда Вика и Андрей собрались в эту злосчастную поездку в Германию. Так вот, они не как туристы собрались, а навестить вашего родственника. Да, вашего Ладюкова родственника. А какого родственника? Я знаю просто, что там жил мой дед, отцу Степан. И в плену там был, и погиб тоже там. Так вот, не погиб. Выжил, чудом уцелел, бежал и прятался на хуторе. Прижил ребеночка с немкой, мальчика Николауса. В общем, не вернулся Степан с фронта. Женился на немке. И жил там, не тужил. Откуда вы знаете? Так с письма. Это письмо от Николауса, твоему Оле отцу. А Юрочка-то наш погиб. Вот. То есть, получается, он твой дядя? Понимаешь, да? Понимаю. Доглянь. Мне пришлось воспользоваться служебным положением, чтобы получить доступ в архив. Ну, он здесь. Иди, иди сюда-нибудь. Так, я заказал дело на пожаре. Ну, и сам накопал кое-какому теряпопу в даваре. Так, здесь не хочу. Держи. А, Олька, ты уверена, что готова это видеть? Угу. Да? Да. Ладно. Так, смотрим, смотри. Вот-вот фотография. Машина на обочине разбитая. Держи. Так, вот эти вармы смотреть не будем. Извини. Так, вот, коробка. Нашли недалеко от машины. Ну, по всей мести, когда, ну, произошло столкновение, она выпала. Это кукла. Мне ее мама везла из Германии. Я ее просила. Ну, вот. Ну, в коробке куклы не было. Их хоронили в закрытых гробах. Так что маму я как бы ни живой не видела. И для меня она всегда жива. А моя мама умерла, когда мне было девять лет. Меня не взяли на похороны, пожалели. Так что для меня она всегда жива. Так что я тебя понимаю. Илья, скажи прямо. Вот как умеешь. Ну, что там было? Авария, не авария? Ну, исходя по материалу, там авария, но подстроенная. Так что, скорее всего, убили. Прости. Но я поговорю с сотрудниками, с папой. Если понадобится, я найду их. Я тебе обещаю, я ей найду. Ну, хорошо, Илья, ты иди дальше. А мне тут надо подумать. Хм, хорошего же ты обо мне мнения, оставив девушку ночью одну. Илья, ты мне очень помог, ты меня очень поддержал. Но? Но у меня есть Петя. Я его люблю. И это навсегда. Ничто не вечно. Под льдой. Это не про нас с Петькой. Мы с ним одно целое. Давай так. Твой Петька, это твоя детская любовь. А я настоящая. Время покажет, пойдем. Пойдем, пойдем. Петь, ну ты дослушаешь меня? Ну, куда ты бежишь? В городской архив, по-тебесполезно. Я там уже была. Пыталась узнать адрес этого немецкого дядьки. Вот это не узнала? Ну, не узнала, потому что они сказали, что все данные уже утеряны. Ну, они так правильно это сказали, как будто что-то знают, но на самом деле таят. Вообще у них-то все мутно, Петь. Вот я и буду выяснять. В архив пойду и милицию к самому черту, если понадобится. Да что с тобой такое? Ты сам не свой вернулся. Вернулся-то я свой. Считаешь, я должен сидеть, сложа руки, когда знают, что наших убили? Петь, не пари горячку. Все, что нужно для меня узнает Илья. Илья. А вот это вообще отдельная тема. Да, конечно, быстро ты с ним спелась, пока я его сжал. Что за чушь? Чушь? Нинка фотографию показывала. Слушай, ну если он тебе помогает по дружбе, так может она и мне поможет. Я тогда тоже родителей потерял. Чего ты на меня кричишь? Я вообще не хочу с тобой таким разговаривать. Иди остынь, Петя. Не хочешь? Угу. Может потому что есть что скрывать? Ну и давай, катись! Кто? Горелов. Младший лейтенант Горелов. Я к Александру Рашуточу по делу. По какому делу? Ну я тебе что, сейчас буду за воротами что ли объяснять? Открывай давай. Так в чём вопрос? Александр Рашуточу объясню, в чём вопрос. Что объяснишь? Дело 90-го года. Смерть на трассе. Виктория Владюк, Андрей Круглов. Вспоминаешь? Закрой его пока. Ты вообще знаешь, чей я сын? Разберёмся. Вася, да им что, тяжело сказать, а? Я тебе сейчас отвечу, давай. Топай. Петя, ты что, дурак? Дурак, ты не понимаешь, с кем ты связываешься? Да мне попик, Вася. Я всё равно узнаю, понял? Дома у вас здесь, Люк, всё в порядке, вы не переживайте. Я Зоя Матвеевна с Димкой помогаю. Так что всё нормально там. Я ведь к аборту легла готовиться. Тут такое началось. Мамаша, вы что? В вашем возрасте, это же чудо, что у ребёнок будет. Правильно. А я вам что говорила? Ну вот решила, оставлю. Только ещё полежать надо. На сохранение, то есть угрозы. Маме передай, хорошо? Конечно. Ой, Зоя Матвеевна будет рада. Вообще, человечек новый, это же здорово. Да. Может, дядя Егору сообщим? Нет. Он свой выбор сделал. Возвращать его пузом не хочу. Ну ничего. Вырастим, справимся. Ну вот, Антон Ильич. Решил, что базарить с твоим сыном без тебя неправильно. Молодец, что так быстро приехал. Пацан у тебя сильно борзый. Чё-то выяснить хочет. Спасибо, разберусь. Вот и чудненько. Я сейчас пойду, пока пожрать закажу. Мясо, рыба? Рыба. А ты растолкуй, пацану, что совать свое жало в чужие дела. Уж больно хлопотно. Куда ты лезешь? Что непонятно, что из дела и темы, куда соваться не нужно. Сам решил. Сам ты ничего не решаешь. Пора это запомнить. Папа, от телок своих воспитывай, не меня. Не нарывайся, Илья. Я эту твою игру в честного мента терплю, потому как думал, ты там на службе ума наберешься. Не веди себя как дурак. В такой раз тебе твою глупость никто не простит. Решил очки набрать. Или ты был воскресен. Ты куда? В отделение к нему. А твое какое дело? Ну, конечно, он заждался, наверное. Ой, не то говоришь. А ты не то делаешь. Ты дурак, да? Или сроду так. Иди не споткнись. И юбку покороче надень. Я могу точно назвать причину смерти твоей мамы и ее спутника. Назови. Они отказались платить бандитам. Ну, когда возвращались из Германии. Те думали, что у них полные карманы дойчмарок от немецкого родственника. А тут, веришь, как, 90-е, что-то хочешь? Время такое. Их не нашли? Нет, и что? Нет, нет. Весь сейчас уже не найдешь. Сколько времени я ушел? Ищи свищи. Понятно. А что это у тебя? Ты ведь не с Петей подрался? С Петей? Скажешь, что же с Петей? Если бы я с Петей дрался, у меня бы такая штука была, не у меня. А, еще. По поводу адреса Николауса Штайнера. В архиве что-то темнят. Но я адрес достану. Автомастерская? Позовите, пожалуйста, Петра Круглова. Петра Круглова. Здравствуйте. Это сотрудница архива... Сотрудница архива. Да, вы интересовались давним запросом? Да-да-да. Да. Так вот, немецкий адрес Штайнера у нас есть. Но я как бы не могу вам его дать. Нет. Не спрашивайте, почему. Не могу, и все. Вы меня слушайте. Слушайте, что могу. Вы приходите сегодня вечером, после закрытия. В 19.00. Я дверь до конца не закрою. Вы нажмете на нее посильнее, и она откроется. Пройдете прямо, потом направо первый поворот, там будет маленькая комнатка. Нужная вам папка будет лежать слева на столе. Вы адрес посмотрите и оставьте все как есть. Я на охрану ставить не буду. Вы меня поняли? Извините, больше не могу говорить. Все, все. Ну, молодец. А ты боялась. Просто актрисы больших и малых академических театров. Неужели она такое клюнет? Ну, вот и проверим. Оля, Оля, отставай. Все проспала. Нет, ты чего кричишь? Который час? Петьку сегодня ночью в милицию забрали. За взлом архива. Зоя Матвейна ночью умерла. В этом тоже Петьку обвиняют. Все, Дин, здрасте. Да. Меня в милицию пока не пустили. Сказали позже. Вы мне можете сказать, что тут было? Зоя в морге. Димка у меня пока сидит. Куда же ему? Ты не знаешь, Любка еще долго в больнице будет? Сообщать как-то надо. Надо. Нельзя ей пока такое. А что тут было? Почему Петю обвиняют? Пахать. Зоя вчера плохо было. На давление маялась. Отдала мне Димку, чтобы я присмотрела. Ну, я пошла с ним в парк погулять. Возвращаюсь. А из окон, крики, шум. А потом твой Петька выскочил и побежал. Петь, ты что ли? Ну, что там, Матвеевна, оклемалась уже со своим давлением? Долго мне еще Димку сторожить, а не знаешь? Скорая сказала, что инфаркт у нее. А до больницы не довезли и умерла. Дай ведро. Так я не понимаю, а Петь это при чем? Угу. А если бы он не сбежал, гаденыш, а вовремя врачей вызвал, может быть, и спасли бы ее еще. Это не может быть такого. Согласен с архивом, вышло глупо. Но меня подставили. Мне позвонили в мастерскую. Она представилась работником архива. Фамилия? Она не называлась. Для суда это не оправдание. Два года. Плюс доведение от смерти. Еще пять. Я не виноват в смерти Зуи Матвеевны. У меня вообще там не было. Соседи. Тебя видели. Ну, показания. Ну, есть варианты. Ну, и какие у меня варианты, чтобы не повернулась против меня? Можно кое-как там покумекать. Я при тебе сейчас порву этот листок. Ты валишь из города и забываешь про Олю. Навсегда. Тебе воля моя нужна. Да? Сволочь, тебе воля моя нужна? Да? Булкан! Дыреки! Кругляш! Не кромони! Фу! Нападение на сотрудника милиции при исполнении. Еще три года. Наряд. Допрос вновь. Здрасте. А я к Илье Антоновичу Горелову. По какому опросу? Ну, как сказать. Типа по личному? Здесь тебе-то кабинет проходить. Ну, спасибо. О, Нинка, здоров. Ты оттуда? Чего, пускают, да? Пускают. Только не всех. Меня пускают. И я теперь буду проведывать Петю. В смысле? Ну, как его подруга. Чего? Что слышала? Вы же с ним расстались. Ты что, рехнулась? Ой, Оль. Не знаю, рехнулась, не рехнулась. Но тебя к нему пускать не будут. Да. Илья, отпусти Петю. Он не виноват. Но это же бред, в чем его обвиняют. Бредный ловишь? Конечно. Присядь. Давай вместе разбираться. Смотри, здесь показания свидетелей. И не виноват. Читаем. Петр Круглов скандалил в доме Зои Матвеевна и Антюх. А потом оттуда сбежал, оставив ее умирать одну. Мало? Это не правда. Это не он. Послушай, Егор Антюх уехал, оставив тете Любе и Зои Матвеевне кучу своих долгов. Но это же может быть кто-то из тех, кому он был должен. Возможно. Но потом было ограбление со взломом. В архиве. Он же из-за меня туда полез. Разве можно считать это ограблением? Нужно это считать ограблением. А здесь, вот на этом месте, он меня душил. У меня есть свидетели. Вася, Бубка. Илья, скажи прямо, я что-то должна? Или я могу сделать что-то, чтобы Петю отпустили? Боже. Выйти из меня замуж. Это предложение? Это ультиматум. Меня же в городе засмеют. Ну смешно ведь, а? Проиграл кому? Парню из детдома. Я перед тобой честен. Я тебе говорю правду. Правду. Я просто не верю, что это все сейчас со мной происходит. А это с тобой сейчас происходит. Там наверху у него не ты, а Нина Маслова. Он тебя за свою девушку не считает, Оля. Хорошо, ты мне не веришь. Пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем. Продолжение следует... 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 Ну, вот я подумал, если появится, может… Телефон передать, а? Да. Хотя нет, не надо. Хотя парень швыряет. Ладно, счастливой дороги. Ладно, счастливо. О, вон, видите? Вот Задамир с ним рядом идет. Если ваш Сережа с ними связался, ему срочно надо мозги вправить. Не сейчас. Надо иначе. Звучит музыка. Здравствуйте, Таня. Здравствуйте. Илья Антонович, у тебя? Да, проходите. Давай-давай-давай, еще-еще-еще, еще. Занятно. Господи. Ждешь объяснений? Зря. Их не будет. Так давай разводиться. Чего мы оттягиваем? На ней вон женишься. Фух, запомни, я не собираюсь с тобой разводиться. Я могу только вдавить. Чего пришла? Пошла вон. Иди погуляй. Сережа связался с какими-то бандитами. Надо, чтобы какие-то твои люди посмотрели за ним. Оперативников подключи, не знаю. Кто-то есть у тебя? Ох, ты прям. Я тебе об этом говорил? Говорил. А сейчас палец, а палец не ударю. Вляпался, сярет. Ненавижу тебя. Угу. Ненавижу. Еще сильнее ненавижу, чем когда замуж за тебя выходил. Ну, хоть в этом у нас с тобой взаимность. Добрый день. Здравствуйте. Добрый. К вам вот отправили. Петр Круглов, тоже водитель. Не знаете такого? Сказал, что здесь будет. Нет. Я здесь всех парней знаю. Нет таких. Точно не знаете. Нет. Странно. Наверное, что-то перепутала. Извините. Девушка, а может я подойду? Валер! А где эта девушка, которая тут крутилась? Уехала! А, не догнать. Это же она не под Петра говорила. Как я сразу не сообразил. Он ждал ее. Он даже на сегодня у меня из рейса возвращается. Правильно? Наша Федька. Ну да. Доля. Ну да. Ну так она же не его. Она же Круглова кого-то искала. А вы к кому, барышня? Мне нужен Дамир. Мы с ним договаривались. Дамир? Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте знакомиться. Я Ольга Горелова. Жена Ильи Горелова. Я так понимаю, знаете, о ком идет речь, раз вы тоже из Воздвиженска. И его сына Сергея. Как оказалось, вы тоже знаете. Так вот я его мать. И что дальше? А дальше то, что если не отстанете от моего сына, вам всем здесь мало не покажется. Мой муж прокурор, если кто вдруг не в курсе. Оставьте моего Сергея в покое. И не впутывайте его в свои грязные дела. Понятно? Я вас предупредила. Поговорим? Спокойно. Тихо. Я готов. Хорошо, я тоже. Значит так. На повестке дня у нас два вопроса. Первый – это наш развод. Ну, а второе – это наш сынуля, Сережка. Предлагаю начать сперва. Да. Давай начнем с него. Так вот. Чтобы у тебя там фантазия не разыгрывалась, запомню. Где-то буду решать только я. Это понятно? Это понятно? Это понятно? Илья, зачем я тебе? Ты же меня давно не любишь. Кому все это надо? Ты мне очень нравишься такая тихая. Ты мне слишком тяжелый, Ася. Чтоб тебя просто отпустить. Не понимаю, зачем тебе мучиться, если есть женщины, которые хотят с тобой этого искренне. Тварь. Второй вопрос мы обсуждать не будем. Я передумал. Тетя Оль, зачем столько таблеток выпили? Не переживай, Ася. Не переживай. Если я и решу с собой что-то сделать, точно не решу. Не решитесь. У вас Сережа. Да, у меня Сережа. А зачем-то вы эти таблетки? Да, это успокоительный. Чтоб как-то примириться с этой не жизнью, с этим не мужчиной. Ну что? Такие хвосты. Вот, смотри. Брось. Что за хрен? Какого ты за мной ходишь, а? Думаешь, никто не видит? Дура. Да ты дурак. Ты вообще знаешь, чем Дамир и его люди занимаются? Знаю, не лезь, куда не просят. Мало того, что мать встрялась. Вообще больной. Не понимаешь, что мама хочет как лучшая? А твое какое дело? Без вас разберусь. Без тебя точно. Да? Ну тогда и оставайся с этими отморозками. Понял? Я вообще уеду обратно. Даня, ты что здесь делаешь? Машину. Ну куда поехали? Домой. Поехали. 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 Сережа, Сережа, иди-ка сюда. Привет, а ты чего здесь? Поговорить надо. Ты что, меня избегаешь? Приходишь поздно, уходишь рано утром. Что за дела? Я не хочу сейчас об этом говорить. Понятно. То есть теперь не только отец тебе враг, но и я тоже, да? Друзья так не поступают. Тебе не надо общаться с этими людьми. Может, я сам решил, что надо, а что нет? Просто я не хочу тебя потерять. Ты дружишь с очень опасными людьми. Мама, я поеду в Воздвиженск. Надо кое-что уладить. Скажи отцу, что поехал дедом вестись. Не переживай, все будет хорошо. Хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эй, девушка! Который час мне подскажете? А что такое, парень? Телефончик есть. Ты что, сумку давай? Сумку дай! Ребят, да ребят, ну и чего? Телефона дай! Ребят, а давай... Кричи сюда. Перестань. Продолжение следует... Матер! А что ты делаешь? А ты в порядке? Настоящего кофе здесь нет, растворимый будешь? Буду. Надо же как-то и дальше не спать, да? Да, точно. Не до снабула. Ты извини, что привез тебя вот приют дальнобойщиков. Я счастлива, что привез меня Петя. Я изменилась, да, Петька? Не такая, как раньше? Ты еще лучше. Оля, а я ведь писал тебе из колонии почти каждый день. Даже когда узнал, что ты замуж вышла. Я не получала твоих писем петь. Я, когда освободился, сразу приехал в Озбеженск к тебе. А меня там уже ждали. Здравствуйте, тетя Люба. Привет. Я вот освободился. Это ваш? Да. Хорошенькая. Как назвали? Олеся. Я не виноват в том, что случилось с Зоей Матвеевной. Ну что ж теперь. Мамы не вернуть. А ты куда идешь? Надеюсь, Николин умирился? К ней. Она замужем. Ты не знал? Знал, но... Сын у них из города давно уехали. Адресу не можете дать? А надо ли петь? Надо. Привет, Петя. Привет, Вася. Ну что, поехали? Куда? Куда, куда. Поехали. Какого черта ты сюда вернулся? Сам знаешь. Слушай меня внимательно. Если ты приблизишься к моей семье... Что? Снова меня посадишь? Ты мне сгниешь в тюрьме. Даже не сомневайся. Запомни. Одна на двоих не делится. Хорошо. В общем, закрыли меня на пятнадцать суток, потом еще на пятнадцать. Потом я понял, что Илья не шутит, когда мне на ровном месте год светил, а на суде заменили на условный. Вот я и решил сменить фамилию на мамин долю. Чтобы Горелого было не так легко меня достать. Ясно. Да ничего не ясно. Я не могу себе объяснить, почему он... Почему ждал все это время, почему сразу не приехал за тобой. Ведь я... Ведь я все время думал о тебе. Не считал, как встретимся. Не веришь? Подожди. Вот твой рисунок. Я себе потом такой же нарисовала по памяти. Тоже храню. Мне домой надо пить. Оль. Мы еще встретимся. Мы еще встретимся. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Илья, это я. Сережа уехал в Воздвиженск, и я тоже уехала за ним. Мне нужно. Извини, если заставила тебя волноваться. Не могла тебе раньше дозвониться. Все, пока. Петя! Петя, я иду в Воздвиженск. Прямо сейчас. Вместе поедем. Мне нужны записи из камер наблюдения. Уличные. Посмотреть, как вчера вечером отсюда уезжала Ольга Юрьевна. Зачем? Можно без лишних вопросов? Я еще вчера все приготовила. А ты спишь. Сутки напролет. Даже не знаю, что и думать. Мам, я просто устала. Дай мне сок, пожалуйста. Говори честно, что в городе было? Что было? Я по институтам поездила. Сережа меня повозил везде. Да? А Оля селево, что они? Я их мало видела. Я в основном с Сережей была. Мам такой шабанутый. Он на машинах гоняет. Блин, шумахер. Влюбилась? Всех разговоров, что о Сереже. Смотри, Данька узнает, он тебя устроит. Здрасте. Если Даня меня считает своей, то очень зря. Я ему ничего не обещала. Сережа, значит, понравился, да? Угу. Угу. Боюсь, чтобы история не повторилась, Олеська. Мам, какая история? Кушай, кушай. Ничего себе. Привет. Привет. Как ты доказался? Ты что, ко мне приехал? Да у меня тут вообще дед в городе. Но приехал я к тебе. Давай сходи. Ну, здравствуй, Сережа. Любовь Анатольевна. Сергей Ильич. Помнишь, как ты меня здесь первый раз пацанала? Там он сюда и привез. Сто лет прошло. Это точно. Меня тогда так посмотрел, я подумал, что им понравилось. Я боялась, что мне дышать будет нечем. Я боялась, чтобы мне воздух закончится. Да, а потом начали ржать, как подорваны. Я помню. Хорошо так здесь, да? Угу. Тихо. Нельзя, чтобы нас видели вместе. Город маленький, Илье вмиг доложат. Я знаю. Я пока поживу у Савели. А я остановлюсь у тети Любы Антюх. Мой телефон прослушивается, так что связь будем держать через нее. Тетя Любочка моя, родная моя, хорошая. Все, все, все. Простите, что только сейчас доехала. Я сырость не люблю. Все. Это же я не потому, что про вас забыла. Просто воспоминания своих боялась. Что это? Что это? Это я тебе благодарна. Без твоих денег разве бы я Олеську вырастила? Тетя Любовна, вы не изменились. А ты вообще красавица. Ну чего мы здесь стоим? Пошли, пошли в комнату. Ты знаешь, где моя Олеська? С твоим сережкой пошли гулять. Честно, я не удивлена. Ну надо же было так в жизни повернуться, чтобы наши дети понравились друг другу. Оля. Хорошая моя. А почему вы нашего немецкого родственника больше не искали? Вам что-то не интересно было? Да, как-то эта тема у него меня прошла. Слушай, а есть ли он еще жив? Я смутно помню. Отец и дед. Они вроде искали этого немца, но что-то не срослась ему. Нет. Знаешь, вот у меня с родственниками не густо, а я бы искала. А почему это место называется Волочья балка? Не знаю. Постоянно что-то происходит. То кто-то с обрыва упадет, то под лед провалится. Постоянно что-то происходит. Даня, не знаю, трогать его. Да никто его трогать не собирается. Горелая, слушай сюда. Олеська моя девушка, понял? Идем. Может она сама решит, с кем идти, а с кем не идти? Да вижу, ты не понял, да? Даня, 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 пошли. Увидимся. Да все нормально, вот приехала. Камеру включи. Слушай, здесь такой слабый интернет не потянет. Включи камеру. Ну вот она я, жива-здорова. Убедился? Квартиру тети Любы узнаешь? А что ты туда поехала-то? За Сережей. И на могилы родителей наконец-то дойти. А что не так, Илья? Любу позови. Давай-давай. Здорово, Илья. Вот она я. Ты как сам? Нормально. Слушай, ты там не засиживайся. Отца моего не забудь навестить. Все, давай, потом позвоню. Давай. Он еще хуже стал, большой начальник. Ну что нам сидеть, вздыхать? Идем, куда договаривались, пошли. Ой, девчонки, давайте помянем Зою Матвеевну. Золотой души у тебя мамка была, Любаш. Зинаида Петровна, а вы мне точно когда всю правду рассказали? Ну зачем прошлое в Рашид-то, Аленя? Да сколько воды утикало. С тех пор и память у меня уже вся в заплатках. Ты лучше сама расскажи, как ты, что ты, где ты, с кем ты. Картошечка ешьте, девчонки. Моя картошка собственная. Вот. Опа. Бабзин, рассказывай. Мне кажется, что Илья сам тогда все так подладил, чтобы Зоя в тот вечер одна дома была. Так. Ну зашел он к ней прежде всех. Ах, потом Димку прикатил ко мне посидеть и говорит, мол, по-соседски. Матвеевне плохо, а больше не с кем. Я же тогда в больнице лежала. А, ну, ну, и... А потом Петя из дома вышел. Уже потом, после всех криков и шума. Вот. Вот показания, которые нужно подписать. Вы же видели, как из подъезда дома Антюх выходил Петр Круглов? Да вроде видела, но не уверена я, что это он. Куртка вроде тоже черная, кожаная была. А вроде другая. Я вас понял. Вы так не волнуйтесь. Не волнуйтесь. Все уже написано. Вам нужно только поставить свою подпись. Вы же хотите, чтобы виновным был наказан за смерть вашей подруги? Вот я и хочу. Вот. Держите. И что, вы подписали? Ну, вы же не были уверены, что это Петя. Ну, а как иначе? Когда милиция говорит, так надо. Уверить не могу. Ну, слава богу, Петю осудили не за это, а за взлом архива. Да. Но чего мне стоило, чтобы его не посадили за убийство? Кстати, работница архива Машка Жукова как-то сказала, что она Илье помогла в одном деле. Потом сильно об этом жалела. Я не хочу об этом говорить. Ну, пожалуйста. Я вас очень прошу. Вам это ничем не грозит. Срок давности уже вышел. Мне очень нужно знать правду. Машонь, расскажи. Он попросил посодействовать в поимке преступника. Попросил? Давай проговорим еще раз. Значит, звонишь в автосервис, зовешь Круглова. Говоришь, что из архива. Не представляешься, да? Да. Говоришь, что хочешь помочь. В общем, бла-бла-бла, все дела, да? Как договорились? Да. Ему в этом архиве большой интерес. Да, я знаю, он адрес ищет по письму и запросу. Я только не понимаю, а почему нельзя отдать ему этот адрес Германии? Ну, что ты так много вопросов задаешь? Чтобы у следствия были основания для задержания, его нужно поймать на горячем. Это понятно? Понятно. Мне больно. Больно, это хорошо. У тебя же парень к нам третий раз залетает. Ты бы лучше о нем думал. Это гад не то, что не помог, только хуже сделал. Я пять лет отгреб, ни за что. Нравится ему людей сажать, потому и прокурором стал. Здрасте. Здрасте. Прокурором. Да он бандитов крышует, когда ему надо. Семен, не заводись. Улья, пока шел, машину заметил. Походу, тебя по сути. Да, Петь, я видела эту машину. Уходить нам надо. И лучше через разные выходы. Ты все правильно понял. Она воздвиженская. Надо понаблюдать за нее. Знаешь, что он делает на самом деле там? Что? Да, слушай, там еще Серега. Надо его как-то проучить. Ну, в общем, поставить на место его нужно, да? Отлично. Неплохо. Да, только что должно все дело быть по-моему. Да. Илья Антонович, я вас не задержу. Вот флешка записи, как вы просили. До свидания. Да, пошла. Да, да. Вы же злитесь, когда я к вам на работу приезжаю. Ну, вообще-то у меня работа сегодня закончена. Может, машинка? А запись? Потом посмотри. Так открыто? Неудобно как-то. Да? Да. Знаешь, что делать неудобно? Что? Твоя жена, она ведь знает о нас? Что она сказала? Что ты подлая шлюшка? Солись, давай. Да, я понял. Давай. А тебе кто звонил? А тебе зачем? Раз я твоя девушка, я могу спросить? Да, можешь, конечно. По делу звонили. А это дело твое? Как-то связано с Горелым? Да, кстати, ты ж там с младшими задружилась. Можешь позвонить ему? Пусть подойдет сто часов в одиннадцать. А зачем? Да батя его наехала, да. Извиниться, но за тот случай. Ну, я не беру. Ага. Ага. Петька, ты с ума сошла? Прости, я смогу. Не смогу ехать, как только подумала, что ты здесь одна. А если тебя заметили? Машины, которая с тобой сидела, уже нет? Что потворим, как школьники? Уж не школьники. Мы пропустили несколько лет обучения. Надо наверстывать. Ну что, братан, Олеську делить будем? Дуэль? Ну, типа того. Короче, устроим гонки на тачках. Кто победит, тому Олеське достанется, понял? А я девчонок таким способом не делю. Слабак. Сейчас Олеське позвоню, скажу, что ты испугался. Где машина? Ужас, кошмар. В доме тети Люба. В придорожной гостинице лучше было. Хорошо было. И там, и тут. Спросить все время хочу и забываю. Ты зачем за мной следил? Я не следил. Наблюдал. Зачем? Чего сразу не подошел? Хотел бы ошибаться, но мне кажется, это в опасности. Эти грабители, которые вчера были, мне кажется, не случайны. Ты же сказал, что она. Ну да, но мне кажется, они тебя там, что они не за сумочки. Я пока не понял их цель, но напугать, предупредить. Илья меня все время пугает своими врагами. Он и есть твой первый враг. Эй, неразлучники. Я, конечно, все понимаю, но пора уже расходиться. И гостю лучше через дверь, чем в окно. Слышите? Поспи. Тетя Люба, я сейчас уйду. Тетя Люба, вы не сердитесь? Драли мне сердиться. Там с сыном Олиным беда может случиться. В смысле? Подъезд и Олеська. Все объяснит. Ну иди, Беть, иди. Ну что там? Серега сама просила узнать у Дани Прогорелова. Даня мне говорит, давай-ка ты звони. А сами решили машину угнать. Ну я же не думала, что они такое придумают. Теперь еще раз, но уже спокойно. Хорошо. Даня взял Сережу на слабое, еще именно ее дразнил. А потом они поехали в район, где крутые дома. Машины украсть для гонок. А Дарья, знаешь, куда вы ехали? Да. Поехали. Ну они что, не всерьез? Они же просто подурачатся. Вот твоя, а моя там за углом стоит. Очкуешь? Очку. Очкуешь. Очakuешь. Очкаешь. Очкуешь? Очкуешь? Давай, поехали. Быстро в машину. Машина открыта. Все как на ладони. Камера висит. Тебя же подставили. А вы кто? Значит так, слушай сюда. Если спросят, как ты в машине оказался, скажешь, что шел мимо, споткнулся, упал в салон, не смог выбраться, пока проезжий дядька тебя не вытащил. Только не вздумай сказать, что хотел взять покататься. Понял? А куда мы едем? К деду тебя отвезу. Здравствуйте, мам, пап. Простите, что так долго не приезжала. Теперь буду чаще, обещаю. У меня все хорошо. Растет сыночек Сережа. Очень хороший мальчик. Шустрый такой же, как я в детстве, да, Четлюб? Да. Ты была девочка с моторчиком в одном месте. Всех подбить, куда-то завезти, это Ура Владюк. Помнишь, как с Петькой из лагеря сбежали? Ты, небось, подбила. Мамочка. Папа. Идем к Димке моему сходим. Зацюм, пацам. Ага. Извини. 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 Вот, Гринники к нашему пришёл. У него сегодня годовщина. Но вы же знаете, все было продумано до мелочей. Сережа повелся, залез в машину. Ну, увидите же. Не вижу, не вижу. А потом этот гусь нарисовался. Иди сюда. Это кто? Знаешь его? Ты же тоже из детского дома должен знать. Речка Круглов. Откуда он здесь взялся, Петька Круглов? У него запрет на въезд. В Воздвиженск, в этот город, куда угодно запрет. Запрет! Короче, надо найти его. Он не просто так ишивается рядом с моим сыном и моей женой. Значит так, найдите людей до мира. Самого до мира. И всех тех, кто мне когда-либо был должен или обязан. Это понятно? Да, честно. Давай, иду отсюда. Так, ты стой. Знаешь, дочку Антихов, Олесью. Ну да. Присмотри за ней. Что-то она здесь ходит хвостом, вертит рядом с Серегой. Анжелка-то меня бросила еще на второй год. Оставила на руках с Тоськой. Сама завеялась. Только раз в год, может, о дочке вспоминала. Значит, ты ее растил? Шалабая она выросла, все в мамку свою. Мне это неинтересно. Ты дослушай. В 16 лет в Подоле принесла, не пойми от кого. Умерла. Погибла. По глупости. Три месяца назад. И вот мыкаемся теперь с малой. Это, получается, Тоська младшая. Она голодная у тебя. Сейчас супер закрею. Прости меня, Люд. Может, ты примешь нас с Тоськой? Олеся. Большое выкальство. Мам, ты с ума сошла? Ну, дочь, это чего? Это же папка твой. Нет, ты мне объясни, ты зачем его упустила? Ты вкусно тебе? Олеся, дочь... Я тебе не дочь, а. И ты мне никто. Мам, ты забыла? Из-за него Дима умер. Ты что тут перед ним стелишься? Ну-ка, давай, давай, вали отсюда. Пошел вон, ребенка своего забирай. Вообще, тут вам нечаянное. Вас сюда никто не звал и не ждал тут. Мама, он тебя на другую бабу променял. А ты? Ты ему столы накрываешь? Он к Диме ни разу не пришел. Ко мне ни разу не пришел. Что ж ты делаешь-то? У тебя мозги совсем отшибло. Ну все, Сережа, давай собирайся. Нет у меня времени. И тебя я здесь не оставлю. Давай. Ну что за спешка? Я только проснулся. Это вообще отдельная тема для разговора. Что ты делал ночью и почему лег под утро? Мне Антон Ильич уже все рассказал. Все. Наверное, бегом. Это что, депортация? Мы будем сейчас с тобой в диалог вступать. Оля, я уже поднимаюсь. Будем завтракать или уже обедать? Антон Ильич, не то и не другое. Ехать нам надо. Нет, нет, я вас так не отпущу. Антон Ильич, ну в самом деле у нас дела и у меня, и у Сережи. Ах, нет таких дел, какие нельзя отложить до вечера. Ты же впервые у меня в доме. Была, до свадьбы. Ага, ну считай ни разу. А я тут обновил все. Сам дизайн придумывал. Оцени. Ну? Да, очень все красиво у вас. А, да, это я с друзьями. И это мои кореша. Люди, Оленька, друзья. Вот главная ценность жизни. Не деньги, не власть, а люди. Я это понял в старости. Я сделаю наш фирменный омлет по-гореловски. Это не значит, что горелый. Значит, с овощами, сыром и очень вкусный. Хорошо. Музыку? Да, поставьте. Я пока на кухню. Угу. Надеюсь, тебе, правда, что-то серьезное. Да, серьезное. Не для телефона. Короче, парни, которые должны были, ну, подавчера вашу жену, ну, это, припугнуть. Ну? Ну, в общем, им помешал тот же человек, который увез вашего сына. Это как его, Курглов. О, как? Они смотрели запись угона машины и узнали его. Говорят, да, это этот мужик, это он. А запись у меня есть. А, да, это он. А, да. А, да, да. Выходишь? А да, вот видите, вот ее машина уезжает, а вот за ними его. Та же машина, которая возгласила Сережу. Значит, они вместе поехали. Считай, секретный рецепт передается из поколения в поколение. Илюшка его знает, но вряд ли тебе готовит, да? Запоминай. Антон Ильич, а вы там с другом на фотографии около стеллажа с куклами. А да, это мы у него дома. У него там целая коллекция этих кукл. Покойная жена Шотовича их собирала. Ну, а что ты грустная, Оль? Из-за Ильи, наверное? Обижает. Знаю, что мой сын не подарок, но он любит тебя очень сильно. Да нет, не любит. И уже давно. Любит, любит. Внешне он может другой, а внутри ранимый. Он же мать рано потерял. Мне психиатры говорили, детская травма на всю жизнь. Он даже на учёте у них был. Лечили. Да? Не знал. Да толку от этих психиатров. Да я что, не лучший воспитатель был. Привык Илюшка получать всё, что хочет по первому требованию. А что, не по его, так его сразу перемыкает. Вот у вас всё началось, ну, не очень правильно. Да, да. Первую пуговицу неправильно застегнёшь, всё наперекосяк пойдёт. Да, Антон Ильич? Что? Извините, я отъехать должна. Ну? За Серёжей вечером заеду. Так. До свидания. Тётя Люба, мне Олеся сказала, вы в одном доме убираетесь, где есть коллекция кукол. Ну? Посмотрите. Вот в этом доме, у этого человека. Арсен Ашотович. А что случилось? Это кукла. Мне везла её мама из Германии. Я видела фотокоробки от неё в уголовном деле. В общем, это мы подтянули человечка из полиции. Он через камеры наружного наблюдения отследил проекты движения обеих машин. И вашей жены, и Круглова. Сразу после нападения обе машины отправились в сторону Воздвиженска. Правда, жена приехала туда только на следующий день. Интересно, где же её всю ночь ночью ночью? Она стояла машину на 12-м километре возле Аризоны. А это отель для дальнобойщиков. И машина Круглова стояла там же до утра. Аризоны для дальнобойщиков? А дальше он расскажет. Да, ситуация по Воздвиженску такая. Ночует одна в доме Антюхов. Ездила на кладбище, потом в дом вашего отца. А и... Ещё была в одном доме. Мария Жукова проживает, работница архива. Её видели с Круглова? Нет. Нет, нет, нет. Где он? Где она? А обе машины сейчас на южной трассе. Возле того же отеля. Мои приехали. Валите отсюда. Через двор? Да. Илья наверняка видел эту куклу. Он ещё тогда в архиве мне показывал фотографии коробки этой куклы. Ну, явно он знал. Знал и мне ничего не сказал. Он через своих людей подталкивает Серёжу к преступлению. То есть? Зачем? Не знаю. Наверное, чтобы шантажировать тебя. Да, вряд ли. Ну, он, конечно, больной. Но не до такой же степени. Ой, господи. Оля, а разве Серёжа сын Ли? Да, Серёж. А где Серёжа? Что случилось? Петя, мне надо домой срочно. Оль, ты можешь объяснить, что случилось? Я сейчас не могу петь. Всё потом. Пожалуйста, просто поверь мне. Оставайся здесь. Так будет лучше. Ты почему звонил с Серёжиного телефона? Где он? Серёжа спит. Пойдём поговорим. Да я не о чем с тобой разговариваю, пока я не убежу Серёжу. Сказал. Надо, тураль. Нет. Нет. Оль. Ну, давай, рассказывай. Сколько придорожных брали ли вы с ним объехали? Дед! Дед, открой! Дед, где мама? Серёж, всё нормально. Пойдём поговорим другом вместе. А то Серёжка, приходи. Слышь, клоун, открывай давай, пока я дверь не выломал. Да ну и ёмы. Да ну и ёмы. Ну что, родная, я тебя слушаю. Сам все знаешь. Да, люблю Петю. Я всегда любила. Я теперь знаю, какая ты мразь. И что ты с людьми делаешь. Так хоть убей меня. Все равно не буду жить с тобой. Нет, ты будешь жить со мной ровно столько, сколько я захочу. А когда ты мне надоешь, я тебя выброшу. Я тебя порежу на тряпки, тварь. Вместе с моим любовником. Ты меня поняла? Я про тебя, тварь, столько знаю. Что если не останешься, садишь. Дура. Я сяду, если только за твое убийство. И то у меня масса оправдательных факторов. Господи, господин Судья, я же ее так любил. Так любил я ее обеспечивала. Она с дура изменила меня с этим вонючим, грязным водилой. Ты серьезно болен, Илья. Ты меня таким взяла. И ты моя женщина. Илья. Моя женщина. Отойди от нее. А то что? Хладеть с собой не можешь, пей таблетки. Сам знаешь, тебе нельзя было бросать лечение. А кто меня сделал, бешеный собак? Ау, 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 папа, папа, папа. Это же ты меня сделал таким, папа. Это же ты меня воспитал таким. Ты мне говорил, перезадь, не гадать в честного мента. Это твои друзья. Они мои убили Олину, мать. И ты знал об этом. Ты знал об этом. И смотрел на нее чистыми голубыми глазами. Илья, ты что, не видишь? Ей помощь, помощь нужна. А потом она пошла. Она пошла в бассейн. Ну, просто в бассейн, и, ну, поскользнулась. Так неудачно упала затылком. Ну, просто так, на ровном месте. Ну, я... Я даже не понимаю, как так могло произойти. Ты ответишь, Илья. И отец твой ответит. За гибель наших родных. Ненавижу вас. Все, все. Все, 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 сейчас. Все будет, все будет хорошо, малышка. Тише, тише, тише. Она приедет. Людочка, везем на МРТ. Тише, тише, тише. Тише, тише, малышка. Ты что? Тише, тише, тише. Ну что, доктор, как она? Уже лучше. Показатели в норме. Илья Антонович, если вы так сильно переживаете за свою жену, а видно, что переживаете, постарайтесь, чтобы подобное больше не повторилось. Все тело в синяках. Очередного такого неудачного падения она попросту не переживет. Спасибо. Оля, 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 вставайся. Петя, ты? Да, я. Давай, вставай, вставай. Где твои вещи? Там, в шкафу. А там охрана. Обедает, успеем. Вы просили не пускать мужа, а брата можно? Брата можно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Думал, на процедуру увезли. Начал искать и… Камеры наблюдения проверили? Да сразу же. Ну там камеры только в операционных стоят. Я когда с обеда возвращался, увидел в окно, как фура от больницы отъезжала. Оль, ты как? Не качает? Нормально. А куда мы едем, ведь? У меня рейс в Германию через Польшу. На нашей таможенной у меня приятеля есть. В общем, поедешь со мной. Зачем? Ситуацию с Горелым надо переждать. Он сейчас на все, что угодно способен. Но и я сам за себя не уручаюсь, после того, что он с тобой сделал. А в Германии мы сможем найти твоего дядю. Ты же давно хотел. Прости меня, Петь. Прости, что предала тебя. Оля. Я должна была сразу уйти от Ильи, как только поняла, что мое замужество тебе ничем не помогло. Ну что ты… Я должна была искать тебя каждый день. Я предпочла убедить себя в том, что ты меня забыл. Перед Ильё я тоже виновата. Даже из-за меня остатки. Теперь он никогда не расстанется, слышишь? Серёжа, он приходил ко мне в больницу. Не прощу себе, что дверь не сломал. Он ответит мне. За всё ответит. Сынок, иди сюда. Послушай. Ну послушай меня, сынок. Послушай меня внимательно. Обещай мне, что ты ничего такого делать не будешь. Я тебе потом всё объясню. У меня просто сейчас сил нет. Обещай мне, хорошо? Отдай мне слово. Сынок. Хорошо, как скажешь. Ты только не нервничай, мам. Сыночек мой. Сыночек мой. Надо возвращаться, Петь. Илья будет бздить серёжки за меня. Петь, высади меня где-нибудь. Успокойся, я виделся с ним. Серёга. Привет. Я знаю, что случилось с твоей мамой, поэтому увезу её на время. Короче, тебе надо тоже уехать из города. Куда? Я дам адрес поживёшь и надёжному человеку. Записывай. Он всё понял и сказал, что привезёт загранпаспорт. Так что, думаю, с выездом у нас не будет правды. Петь, а ты сказал ему? Не решился. Когда всё трясётся, вместе расскажем. Я ведь когда за Илью замуж выходила, уже знала, что ребёнок от тебя. А Илья знает? Догадался со временем. Ничего. Всё будет хорошо. Слышь, дядя, ты меня до дурака не включай. Сюда смотри. Оружие ты видишь? У тебя такой работает? Его фамилия Доля. Его фамилия круглого. Берёшь уголовник по подлевой фамилии. Так с него судимое сняли уже давно. Слышь, дед. Будку спрячься, пока рога не обломали. Не понял, что за наезды? Так. Поехал он куда? Маршрут наезд, давай. А на каком, собственно, основании? Слышь, сын, тебе основания здесь показать или, может, туда пройдём? М? Он, скорее всего, в Азвижинск уехал. Проследи за Олесей. Она может на него вывести. Угу. Илья, глупости не наделайте. С внуком моим особо, но не лютует. Какой он тебе внук, папа? Он сын этой, этого уркогана и Ольги. Я годами глаза закрывал, потому что любил эту дверь. Для меня он внук. Прости, пожалуйста. Ну, если внук, так собирай их шмотки и езжай за ним. Он, скорее всего, с ними уехал. Или не уехал! Поехал! Поехал! Чё, ребят? Мало, где? Напарник где? Какой напарник? Всё, 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 всё. Мало где? Кто? На этой доле которой? Петька, что ли? Напарник где? Один я без напарника. Мы… Он в другом маршруту пошёл, мы с ним поменялись. Погоди, как поменялись? Да как, без начальства, он попросил. Ясно, поехал он куда? Маршрут какой? Давай, думай быстрее. Ну, в Германию, через Польшу. Так, а если он по графику видит? А сейчас он где? Ну, 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 соображай! Возле границы, где-то, наверное. Ну, смотри, мне мужик. Ребят, телефон! Телефон от! Ты помнишь, я тебе рассказывала, как Олина мать в Германию ездила? Угу. Так, вот эта кукла оттуда, она её дочке везла. А как она здесь очутилась? Да все они одними ромазаны. Что Ашотович, что Горелова. Господи. Оля. Оля. Успойся. Ой. Что? Что, проехали таможню? Еще нет, но уже скоро. Меня здесь кореш слушат. Я как-то помог ему, теперь он поможет нам. Я так переживаю за Сережу. Такой сон неприятный приснился. Фу. Я друзьям звонил, с ним все хорошо. Не переживай. Да? Да. Ну как огурчики? Нормальные. Сам солил. Может самогон налить? Шутить? Шутить? Ну и глушь вас здесь. Ничего не ловит. Ну отдыхай, парень. А вы откуда Петра знаете? Сидели вместе? Тебе зачем? Интересно. Петя, он человек. Ладно, я спать. Послушайте, мне надо сообщить одному человеку, что я здесь и со мной все в порядке. Не, а вдруг проболтается? Она не проболтается. Я спать. Ну смотри, ты меня понял, да? Давай, звони. Что там, Петя? Все хорошо. Едем дальше. Что-то не так? Похоже, люди Горелого. Одного парня я точно вас в Движинске видел. И что они? Скандали, что не пустили в обход очереди. Они нашли на спите. Теперь доложат Илье. Нам не убежать от них. Я поменяю маршрут и пускай попробуют догнать по обездным дорогам в чужой стране. И у нас есть фура по времени. Командир, ну что за дела, а? Знаешь, я культурно объясняю. Мы опаздываем, а ты нас задерживаешь. А? Во-первых, не ты, а вы. А во-вторых, будете права качать. Задержу и надолго с полицией протоколом. Хотите? Слушай, все, что я хочу, это проехать вашу долбанную границу. Я ж тебя по-человечески прошу. Ну что за бортарк, а? Командир. Тимошин, ты слышал? Оскорбление, неадекватное поведение. Закрываем проезд до выяснения обстоятельств. Пройдемте со мной. Вгорелову, звони. А ты меня не так просто понял. Может, я выразился не так? Любовь, опять мой? Точка заболела, всю ночь кашляла, на горло жалуется. Я не знаю, что делать. Любаш. Девочку посмотрю и все. Никаких Любаш, понял? Как скажешь. Таська, пойдем. Баранечка взять. Ну, открой. Открой, язычок покажи. Букву А. Еще, еще, еще. Давай, давай, А. Давай, давай. Молодец. Красная. Мороженое перекормил. Тоська любит мороженое. Ну и что за имя собачье? Тоська. Тебя как зовут? Тоня. Тоня. Совсем другое дело. Тоня. Тоня. Так, спокойно. Тоне горло прополоскать надо, потом уйдут. Пошли. Тоня. 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 О жене. Да, я думаю, о жене! Одевайся, вали отсюда. Мне когда судимую сняли, я фамилию поменял и стал ездить по Европе. Ну, Польша, Франция, Германия. Но всегда помнил о нашем незавершенном деле. Ну, поиске Николауса Штайнера. Ты нашел его? Ну, я многое пытался разузнать, когда ездил. И даже нашел одну женщину здесь, в Польше, которую знал о твоего деда Степана. Ну, ты что? Да, представляешь, еще жива. Чай, с пани Марыси. Ах, Петренков, снова приехал, хлопчик мой. Ну, вот, как и обещал, на этот раз не один. Вот, это моя Оля. Где она? Ой, а? Здравствуйте. Здравствуйте. А, все прошлое, пани Марыси, вам презента для вас. А, денькую. Бардо, дячно. Пойдемте в дом, пойдемте. Петрик, то я сонечку. Немцы гнали пленных через Польшу и месяц стояли в этом селе. Вот он, Степан Ладюк, как раз перед перегонкой в Германию. Да, я то его деда хорошо помню. Он с моим Петриком друзья были. Они у нас тут в лагере работали. Я своего влюбилась. Матери в нозе кинулась. Она корову продала, чтобы Петрика из полона выкупить. Потом их погнали дальше в Германию, и там твой дед сбежал. Мы с моим Петриком больше полвека вместе продышали. Как один вздох вся жизнь. А теперь и у Нема, и меня Нема. Не дышу. Живу. Для чего? Вы, молодые, друг друга бережите. Ой. Мам, ты ему зачем зря надежду даешь? Ты у меня такая наивная, да? Думаешь, над большой любви сюда пришел? Да ему вон некуда просто малую взбагрить. Ничего, поможем. Руки не отсохнут. Дай спирт. Где он? В антресоле. Наверное, забыла, как рыдала каждую ночь в подушку? Было так, что мне жить не хотелось. Где он лежит? Ну, соседний, Олесь. Что мне их выгонять? Он же все-таки твой отец, а она племяшка. Да неужели? Знаешь, Олеська, когда столько лет прошло, только хорошее вспоминается. А ведь было оно. А ты что трубку не берешь? Я звоню, звоню. Ты что ты меня наезжаешь? У меня дела были. Деловая сильная, что ли? Здрасте, тетя Люд. Привет, Дань. А мы гостей не ждем. Да я, конечно, дико извиняюсь. Тут у Ильи Горелого жену украли. Может, слышали? Как этого украли? Да вот так. Увезли неизвестно куда. Да и Серега пропал. Дед сердечник волнуется. А ты не знаешь, где он? А я должна? Ну, может, у вас здесь прячется. Дань, это неприлично. Да потому что вы обманываетесь, тетя Люба. Слышишь, а давай-ка ты ноги в руки и вали отсюда, да? А то что будет? А то я папу позову. А что это здесь происходит? Кто такой? А тебе какая разница, кто это такой? Слышишь, ты чего? Ребята, ты чего? Егор! Егор, ну дорогу, убери, смотри. Пусть это что-то такое. О, стоять, все, все, уходим. А то нам тут не рады. Ты забудь дорогу сюда, придурок. Я тебя больше не знаю, ты понял? Егорушка, Егорушка, Егор, ну что ты? Егор. Петь, там эти люди. Где они? Заправляются. Сейчас их автобус перекрывает, но он уедет и они нас увидят. Сколько их? Двое пошли в магазин и один около машины. В машине садись. Эй, дружище, пароль к вай-фаю какой? Спасибо. Скорее всего, они знают наш маршрут. Нужно как можно быстрее добраться в Германию. Я знаю, как сократить дорогу и обередить их. А что это даст? Не догонят до границы, догонят уже в Германии. Чувствую, что все это плохо закончится. Ничего, пободаемся. Чего ты хочешь? Ты к Сереже? Ты упрямая. Порода такая. Я с тобой. Мне надо. Пойдем на автобус. Он за городом. Только это не значит, что я тебя простила. Попа. Алло. Заходи. Ты как здесь оказалась? Я соскучилась. Значит, они уехали в Германию. Как когда-то твоя бабушка Вика и дед Андрей. Ну да. Я вот тут остался. Подожди. Разве он у меня дед? Я думала, ты знаешь. Круглов, мой отец. Слушай, давай они сейчас из Германии приедут, и ты сам у них все спросишь. Ладно. А знаешь, а эта кукла, которая ехала к твоей маме из Германии, она сейчас у меня. давно и не играл. Дай спички. А вы как? Пацан у тебя? Ты о чем? А ты догадайся. А ты догадайся. Вот это мне только я и кореш. Егор! Выходи! Так, мужики, что это происходит-то? Руки от него убери! Что, променял у меня, тварь? Скажи, ты достал меня уже! Папа! Папочка! Папа! Папочка! Кейс, мы где? Уже в Германии. Была здесь раньше? Нет. К обеду будем уже в Мисбахе, где проживаешь тайно. Герой. Ты здесь еще больше похож на свою папашку. Удивительная штука природы. Чужой выродок всегда бесит. Что ж ты раньше не сказал? Мог бы с мамой давно, а тебя ушли. Роу закрой. Ты больной, дед сказал, тебе лечить надо. Он тебе не бдет, придурок! Ты ему никто вообще! Можешь бить, на больных и убогих не обижаются. Простите, вы кому? Извините, я не говорю по-немецки. Вы говорите по-английски. Да, пожалуйста. Меня зовут Ольга Ладюк. А это Петр Круглов. Нам нужен Николаус Штайнер. Вы знаете его? Меня зовут Клаус Штайнер. Николаус – это мой отец. Заходите. Как долго? Сколько? Две недели ждать? И заказ будет? Да, да. Окей. Пока. Сейчас я покажу вам самые интересные фотографии. Вы так хорошо говорите по-русски. Это Фатер. Фатер, он с детства учил меня своему языку. С детства. Вот это свадьба родителей. Свадьба. Вот. А вот это, это уже, как у вас говорят, свадьба серебряная. Серебряная свадьба. Я... Чулиго? Варда, не мешай, пожалуйста. Варда. Не мешай, пожалуйста. Серебряная свадьба. И вот это, это я, молодой. А сейчас уже старик, уже все. Вы не старик, дядя Коля. Как ты сказал, дядя Коля? Дядя Коля? Ой, мне так нравится. Скажи еще. Скажи. Дядя Коля. Отец, пожалуйста, расскажи, как мы туда ездили. Я, мы с Клаусом были у вас 15 лет назад. Нас принимал этот мургмейстер, мэр, мэр Ильич, вот Ильич и его сын из полиции. Ильич, я, мы были их дома, они говорили про деньги, деньги из Штефана. Говорили, что мы, немцы, должны что-то заплатить, но я не понял, почему. А вы заплатили? Нет, нет. Я не привык, как это по-русски, сорить деньгами, не привык. Ну, и тогда они сказали, что родных больше никого нет, никого из семьи Штефан Владюк. А сейчас у меня, в гостях, моя украинец. Так, Роман. Это счастье. Это счастье. Я? Я поняла, почему за нами уже не гонится. Илья знает, где мы. Он знает адрес Штайнера много лет. Вся жизнь из-за них наприкосяк, а ты говоришь, забудь. Оля, извини, кто-то звонит тебе на мой телефон. Виня. Соли. Да, Илья, что? Привет, любимая. Ну, как ты там? У тебя все хорошо? Да? Ну, Слава, смотри. А смотри, кто это здесь. Это Сережа. Он задержан за угон. И теперь будет гнить в тюрьме. Ты что делаешь? А что, Илья, выждут тебя, а ты где? Илья, отпусти, пожалуйста, сына. Твоего сына? Не моего. Слушай, ну, перестань, пожалуйста. Илья, отпусти Сережу. Пускай его отпустят. У тебя есть сутки. Сутки, чтобы вернуться домой. Ты меня поняла? Клаус возьмет тебе билет и отвезет в аэропорт. Спасибо, Дядя Кур. Я полечу с тобой. Нет, Петь, нет. У тебя рейс фура. Плевать, я полечу с тобой. Нет, Петь, я с Ильей должна разобраться сама. Поверь мне, так для Сережи будет лучше. Правда. Круглов? Да. Фирма Салабай Транспортейшнс предъявляет вам претензию о фальсификации документов, подтверждающую личность водителя, управляющего транспортным средством, тягач Вольва 659 и прицепом с грузом. Вам нужно проехать с нами в отделение для дальнейшего выяснения обстоятельств. Извините, пожалуйста, вы что-то сказали о правилах перевозки. Нарушил путь? Я этого не говорил. Папа, они что-то сказали про правила перевозки. Нарушил путь, еще что-то. Фирма заявила о поддельных документах. Требует арест. Нужно что-то делать. Они сказали правила перевозки. Нарушил путь. Ну, еще что-то. Фирма заявила. Требует арест. Это не фирма. Круглов, пройдемте. Оль, не переживай, я разберусь. Ты где идти? Не волнуйся, мы твоего Петю в беде не оставлю. Я обещаю, обещаю. Спасибо, спасибо, дядя Коля. Спасибо вам за все. Я вообще, я очень рада, что вы у меня теперь есть. Не знаю, увидимся ли еще. Конечно, мы увидимся. Ты даже не думай. Ну, что ты, исчезнешь от нас? Ну, на самом деле, что за настояние, Оля? Ну, все, все. Пока. Все. Ты долго меня здесь держать собираешься? Я спать хочу. Ну, на диван помешаю. Я не буду здесь спать, я домой хочу. Ну, иди. А ты хоть бы моей маме позвонил, сказал, что у меня все в порядке. Может, и позвонить. Тогда одно скажи, что папу моего убил. Рот закрой. Ну, это да. Сережа, даже в подметки не годишься. Пальц закрой, я сказал! Пальц закрой, я сказал! С прездом! Где Сережа? Что ты здесь делал? Тихо, 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 тихо. Ну, мы же поговорим сначала, а? Мы будем говорить или нет? Я не буду с тобой разговаривать, пока не знаю, где мой сын! Слушай меня, условия здесь ставлю, я поняла? О-о-о, смотри, смотри, какой характер. Все нормально, значит, есть болевые точки, а? Есть, есть, есть болевые точки! Ну, какое у тебя там условие? Только не надо ставить из себя жертву такую, а? Это не я с любовницей уехал. Говори свои условия! Так, ты сейчас... А, во-первых, это Сергей, мой нотариус. Добрый день. Добрый день. А, сговорчивая, все хорошо, все нормально. Сейчас возьмешь ручку и переписываешь все, что я когда-либо на тебя переписывал. Так, давайте, где подписать? Вот здесь, подпиши. Мы же разводимся, я правильно понимаю? Нет, Валерий, ты неправильно поняла. Ну что, у нас все в порядке? Да, все отлично. Ну, замечательно. Сыночек мой, мальчик мой родной, тебя скоро отпустят. Я тебя обещаю. Мама. Я тебя обещаю. Это я ведь, мама. Я не знаю, что я оставила тебя здесь. Маленький мой, ты прости меня. Прости меня, мой хороший. Ты мой сердце, сыночек. Ты моя радость. Ты вся моя жизнь, сынок. Сынание кончено. Женщина, освобождаем пространство. Помежливее можно? Покси, я не трогай. Все будет хорошо, все будет хорошо. Илья, отпусти. Бери эти руки. Отпусти меня. Илья, отпусти меня. Да, отпусти меня. Это моя. Это моя. Да, еще моя. Да, еще моя. Да, еще моя. Да. Ага. Так, а я не понял, зачем нам тут ныкаться, если эти оба живые? Ага. Давай. Мой папа жив? Да живее всех живых, батя твой. Когда меня отсюда отпустят? А ты куда так спешишь? К Сереженьке своему? Да я тебя и Сереженьке... А-а-а! Чем он лучше меня? Он очень умный. У него денег много. Тебе что? Такое удовольствие доставляет издеваться надо мной? Ну что, ты издевался надо мной все эти годы? Дай мне на маяк. Дай сюда. Дай мне мой телефон. Дай сюда. Дай сюда. Дай мне. Отдай телефон. Заткнись. Алло. Да. Здрасте. А Оля не дома. Оля гуляет с собакой. Что-то передать? Ага. Да, конечно, передам. Всего хорошего. До свидания. Звонил твой немецкий друг. Говорит, что нужны деньги. В залог за твоего Петьку. Видишь, всем нужны мои деньги. А сколько? Ты не охренела, любимая? Ты еще за мои деньги будешь выкупать любовника? Мне тоже кое-что причитается за годы с тобой. Чего? Чего? Вот. Товарищ судья, посмотрите. То есть она не просто изменщица. Она еще и воровка. Ну что, убьешь меня, да? Ну давай, убивай. Все равно я тебя ни дня не любила. Прости меня, Илья. Прости меня. Прости. Прости меня, пожалуйста. Прости. Прости. Прости меня, иди сюда. Я тебя тварь. Какая же ты тварь. Тварь, тварь. Мать. Это все мое. Все вот это. Мое. 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 Это все. Ты понимаешь? Мое. Прекрати. Тварь. Что ж тебя на ней так замкнуло? Что ж ты на человека перестал быть похожа? Илья! Вызывай скорую, Илья. Заткнись. 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 Поехали. Проконите, дай улочи палки. Еще? Врачи сказали, что из-за травмы произошла слой костячатки. Но это поправимо. Это, может, и поправимо. Дотворил я по жизни, дуб. Вот и получил свое. Теперь вы-то слепны. Не ослепнешь. Сделаем операцию, Егор. Что? Пить? Еще? Родная моя. Егор, все будет хорошо. Вылечим тебя, зато не присмотрим. Все будет хорошо. Прости. Давно простила Егору. Олеся пришла. Ты? Сердце. Где аптечка? Там. На кухне внизу. На столе от таблетки мои. Вижу, ты спокойно. Я знаю кто ты. Ты же должен быть в Германии. Отпустили. Олен дядя внес залог, я первым рейсом сразу сюда. Он у него взял. Илюшка болен. Куда увез? В волчья. В волку. В такие минуты сложно найти слова. Ну, ты же сама все понимаешь. Остались, Оленька, только мы с тобой. Ты и я. Все, время остановилось. Я не хочу умирать. Если бы мне пришлось продолжить жизнь с тобой, я бы с радостью умерла. А так у меня есть Петя, Сережа. Я полна любви, Илья. Я не хочу умирать. Пора прощаться. Ну, куда? Ну, куда ты? Пожас. Пёс. Послать. Пёс. 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 Полна любви. КОНЕЦ Оленька, родная, ответь, Миха. Оленька, пожалуйста, ответь, Миха, ответь, Миха. Оленька. 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 Олень Субтитры создавал DimaTorzok